Девушки отдыхают Здравствуйте! Вы смотрите программу «Участок 112». Мы находимся в Солонешинском районе на территории одного из крупнейших охотугодий. И сегодня вместе с сотрудниками правоохранительных органов и егерями мы отправляемся в рейд, чтобы ловить браконьера. Солонешинский – один из немногих районов Алтайского края, где обитает большое количество дикого зверя. Именно поэтому сюда со всего региона приезжают поохотиться. Если одни, как и положено, покупают лицензию, то для других закон не писан. Они берут ружье и нелегально отстреливают кабанов, косуль и другую живность. Активно ведут борьбу с браконьерством представители общественной организации общества охотников и рыболовов Солонешинского района. За четыре года работы местным егерям удалось сохранить популяцию порнокопытных. Несколько раз в неделю они совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят рейды перед отправлением небольшая вводная и распределение постов. Значит, Саш, ты закроешь свою сторону, трассу на Петропавловский район, на Петропавловку, стороне Березовки, на перевале, на том же, где ты всегда стоишь. Володя закроет перевал на Тольменку. Так, мы тогда с Виталием Викторовичем и с сотрудниками ДПС возьмем вот этот весь угол полностью, крутанем. Там будем на связи, будем созваниваться, определяться, как дальше будем двигаться. Общество охотников и рыболовов отвечает за территорию в 168 тысяч гектаров. Это самая крупная охотугодие в Солонешинском районе. Рейды по выявлению фактов браконьерства мы проводим регулярно, постоянно на основе, в вечернее и утреннее время, в дневное время. С сотрудниками, с егерями, сотрудники полиции взаимодействуют. Совместные экипажи создаем, егеря, сотрудники полиции, участковые, полномоченные, инспектора ДПС межмуниципального отдела. Есть какой-то результат? Результаты, конечно, есть положительные по выявлению фактов. Граждане попадаются за незаконную охоту, которую промышляют незаконной охотой. Не имея разрешения, не имея права на хранение и ношение оружия огнестрельного. Есть факты выявления, задержания. Положительные примеры работы и взаимодействия имеются у нас и не первый год. Этой работой надо заниматься, бросать ее нельзя, потому что район, специфика района, она сама по себе позволяет людям заниматься этим. И многие думают, что уйдут от этого безнаказанно. Работая на посту в ходе рейдовых мероприятий, досматривается весь транспорт. Многие к этому уже привыкли и относятся с пониманием. Браконьеров, конечно, надо пресекать. О, как браконьеров, конечно, плохо. Животные должны жить свободно и ходить, и питаться. В Солонешинске один из тех районов Алтайского края, который богат дикими животными. Косули, кабаны, лоси, моралы, именно они попадают под прицел браконьеров. Был у меня, я заметил, тоже машина передвигалась по дороге общего пользования. Но вижу, как бы просвечивает правую сторону склона, можно сказать. Я был не один, мы были совместно с петарами. По-быстрому спрятались в укромное местечко и дожидались до последнего. Она сама на нас налетела, наехала. Я просто перекрыл дорогу. Ну и все, как бы. Соответственно, документы все и составили, как положено. Продолжение следует... Отработав на посту буквально полчаса, мы меняем точку дислокации. Зачем так часто мы переезжаем с места на место, сейчас расскажем. Почему каждый раз мы переезжаем с места на место? Ну, самая первая причина, я думаю, переезда нашего, это утечка информации, которая идет. То есть люди нас видят в одной деревне, сообщают в другую деревню, и так информация уходит. Поэтому приходится место дислокации менять, менять дороги, менять места. Вот это самый важный фактор. Давай, за спиной раз. Давай, за спиной раз. Блин, для машины? Нет. Вешеная рука. Человеческая зуба. Человеческая, acceleration, transformation, downsizing. Мы, а у нас еще меня здесь уже... Человеческая зуба. Человеческая зуба, неподобль, после оружия. Субтитры сделал DimaTorzok Стараются не заезжать, потому что знают, что идет круглосуточный контроль за нарушением. Но, как показала практика, и первые годы работы в этих охотугодиях, что в основном приезжают люди, которые уже опытные, с которыми приходится ругаться. Вот в этом вся и проблема. Во-первых, первая проблема в наших законах, которые не дают наказывать опытных браконьеров. Это самая важная проблема. То есть находят лазейки в законе, да? Находят очень много лазеек, да. И это очень вредит нашей работе и нашему развитию. Штормовой ветер, ливень, трескучий мороз – все это не повод отменять рейдовые мероприятия. И несмотря на то, что сейчас довольно-таки прохладно, порядка 40 градусов мороза, тем не менее мы находимся на посту. Исходя из практики, охотников, которые занимаются незаконной добычей, можно встретить вот в такой трескучий мороз? Да, конечно, можно. Самая, я считаю, погода такая, которая все-таки самая настоящая браконьера. Думаю, что ответственные люди за порядок. Наверное, дома боятся морозов все дома, но мы всегда работаем. Нам ничего не грозит ни мороз, ни дождь, ни слякоть. Мы всегда работаем и пресекаем браконьеров. Уже во втором часу ночи, досматривая очередной автомобиль, водитель сообщает, что недалеко орудуют браконьеры. При этом используют запрещенные световые устройства. Да, Мексус, белый Мексус. Да? Ну, джип Мексус белый. Едем проверять. Сейчас вот идет автомобиль какой-то навстречу. Как раз сейчас будем смотреть его. Требования сотрудника полиции водитель внедорожника проигнорировал. Останавливаться не стал и проехал мимо. И, судя по всему, не просто так. Видимо, есть что скрывать. Буквально за поворотом водитель белого Лексуса остановился на обочине и сам вышел из машины. На вопрос, почему не нажал на тормоз, сразу пояснил, что испугался. Запрещено, что любого автомобиля имеется, оружие, припасы, на средиких животных. У меня нет. Будьте, да, друзья, покрыть. А у пассажира есть? Да, у пассажира есть. Я не знаю, это не мое. Как не ваше? Правда. Оружие, а чье? Товарищ пассажиры, проведите из машины, пожалуйста. Странно, конечно, но так получилось, что водитель Лексуса, житель Белокурихи, только сейчас узнал, что в багажнике его машины находится охотничье ружье. Выяснилось, что принадлежит оно пассажиру, который попросил подвезти его до деревни. Кроме того, в автомобиле нашли мешок, перчатки, пакеты, разделочный нож и рации. Такой весомый арсенал, как правило, используют браконьеры. Однако в данном случае привлечь к ответственности молодого человека не за что. Все разрешительные документы на оружие имеются. Хотя не исключено, что во время погони жителям курортного города удалось убрать фонарь, разрядить и зачехлить ружье. Возможно, прежде чем отправиться в охоту Годия, они пролистали законы и нашли некоторые лазейки. Ну, а правонарушение в чем? А вот если бы в багажнике лежал, к примеру, подстреленный морал, то тогда пришлось бы отвечать по полной программе. Наказание за браконьерство, до пяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. Плюс конфискация автомобиля. Итак, четвертый час ночи, наш пост сворачивается и самое время подвести итоги. Александр, насколько сегодняшний наш рейд был продуктивным? Был проведен 13-часовой рейд. Проехали мы около 350 километров сегодня. Было досмотрено около 50 автомобилей. Незаконной добычи дичи и незаконной перевозки оружия выявлено не было. Единственное, около часа 30 ночи по дороге Лютаево-Солонешно был остановлен автомобиль, в котором присутствовало огнестрельное оружие, присутствовал охотничий нож, присутствовали световые приборы. Значит, по требованию сотрудников МВД на это оружие были предоставлены гражданинам документы, которые оказались подлинны для этого оружия. После осмотра этого автомобиля следов незаконной охоты выявлено не было, и автомобиль был отпущен. Больше никаких ситуаций во время рейда не происходило. Ну то, что вот такой результат не выявили нарушителей, браконьеров, для вас же это тоже результат? Знаете, для меня... Результат вашей работы? Да, для меня, во-первых, результат это работы нашего состава, егерей наших сотрудников МВД, которые нам непосредственно оказывают помощь. Я считаю, это тоже, конечно, результат, и неплохой это результат. Все-таки с каждым годом становится тише и тише. Все-таки мы уйдем, я считаю, к нужному результату. И то, что сегодня так и не удалось задержать нарушителей, для егерей тоже результат. По крайней мере, в ходе рейда наверняка удалось кого-то спугнуть. А это значит, что несколько косуль не стали добычей для браконьеров. Все, давай, все, пошел, пошел. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА